В какой бы точке Пятигорска вы ни находились, отовсюду видна одна из семнадцати горлокалитов Величественный Машук. Ландшафт Пятигорска немыслим без Машука и виды города с давних времен неразрывно связаны с этой горой. Но, глядя на старые рисунки и фотографии, всегда удивляешься тому, что горе чего-то не достает, и это что-то, конечно же, телевизионная башня. Появилась она на Машуке в конце 50-х годов прошлого века. В тот период телевидение активно развивалось во многих регионах Советского Союза. Здания студии телевидения строились в Сочи, Саратове, Казани, Пятигорске и многих других городах по так называемому 410-му проекту, и потому были почти близнецами. То же касалось и телевизионных башен, которые также сооружались по стандартному проекту 3803 и были похожи друг на друга, как две капли воды. Но только не в Пятигорске. При стандартной высоте 180 метров телебашни в Пятигорске имеет высоту всего 112 метров, но это удивительным образом согласуется с высотой Машука, делая башню и гору одним целым. Инженерам, проектировавшим телевизионный комплекс, не откажешь в смелости. Построить башню высотой более 100 метров, да еще и разместить ее на вершине горы, которая возвышается над городом более чем на 500 метров, было революционным решением. Но, как говорят, игра стоила свеч. Телевизионный сигнал, транслируемый с такой высоты, охватывает почти весь Ставропольский край, часть Кабардино-Балкарии и Карачаева-Черкесии. И до сих пор по суммарной высоте телепередатчик на горе Машук считается самым высоким в Европе. Тех, кто поднимается на вершину Машука, всегда интересуют антенны, расположенные на башне. Откроем несколько маленьких секретов. Вот это бочка антенна телеканала ТВ-центр, вертикальные красные прямоугольники телеканал Че. В центре кадра антенна телеканала ЮТВ, а слева вверху телеканала Звезда. А вот на самом верху башни два ромба слева это антенна первого канала, а рядом с ней панельная антенна цифрового телевидения. Почти 10 лет назад на горе Машук было установлено специальное светотехническое оборудование и с тех пор телебашню, подсвеченную мощными разноцветными прожекторами, в Пятигорске называют не иначе, как наша Эйфелева башня. Сравнение может быть не совсем скромное, но все же верное.